Количество светового дня значительно уменьшилось. В 6 часов вечера уже начинает смеркаться. В это время многие возвращаются с работы, как правило, утомленные и рассеянные. И, как показывает практика, количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, велосипедистов и возщиков гужевого транспорта в темное время суток увеличивается в разы. Поэтому, двигаясь по краю проезжей части, когда стемнеет, пешеход обязан обозначить себя светоотражающим элементом. Нормы поведения на дороге и обязанность использования пешеходам-фликерам закреплены в правилах дорожного движения. Нарушение этих норм лечет административную ответственность. Во время проведения рейдовых мероприятий, которые проводятся в ночное и вечернее время суток, показывает практика, что многие пешеходы не знают, что за нарушение правил дорожного движения существует административная ответственность. Так вот, мы напоминаем, что если вы нарушаете ПДД, вам грозит ответственность. Это предупреждение, либо денежный штраф в размере от 1 до 3 базовых величин. Таким образом, например, вы идете по краю проезжей части и не обозначенный светоотражающим элементом в темное время суток. Либо переходите в проезжую часть в неположенном месте. Здесь будет либо предупреждение, либо денежный штраф до 3 базовых величин. Очень часто пешеходы нарушают правила дорожного движения и надрезом состояния. Здесь уже административная ответственность увеличивается. Грозит денежный штраф от 3 до 5 базовых величин. Ну и, как правило, бывают случаи, что виновниками ДТП являются сами пешие участники дорожного движения. Вот здесь уже штраф увеличивается. Можно получить порядка 8 базовых величин. Статистика подтверждает, что самым распространенным видом дорожно-транспортных происшествий является наезд на пешехода. Такие аварии отличаются наиболее тяжкими последствиями, поскольку риск летального исхода достаточно велик даже при скорости транспортного средства 40-50 км в час. Как показывают у нас исследования, что в темное время суток фликер для водителя при ближнем свете фар заметен за 140 метров, а при дальнем свете фар это расстояние увеличивается до 500 метров. То есть, естественно, достаточно времени и расстояния, чтобы не совершить наезд на пешехода. Но все же стоит понять главное, что личная безопасность и безопасность наших близких превыше всего. И один небольшой светоотражающий элемент в определенной ситуации может спасти жизнь. Тем более, когда риск пострадать существует каждый день. Редактор субтитров А.Семкин